Ну не знаю, первым я точно не приеду. Хотя бы в десятку заехать хорошо будет. Артем реально оценивает свои шансы на победу, поэтому на пьедестал пока не претендует. Школьник последние 4 года занимается лыжами. К соревнованиям он точно готов. Для интереса, чтобы сбегать, может что-нибудь, ну не последний, надеюсь, приеду. Мы на тренировках все время тренировались именно к Лыжной России и к другим соревнованиям. В Чулябинске проверить свои силы решили около 4 тысяч человек. На старт вышли рядовые горожане. Забеги для спортсменов провели накануне. На стадион Елесины приезжали целыми семьями. На лыжи встали даже возрастные чулябинцы. Виктор Тайницкий катается на лыжах со времен школы уже 75 лет. Пенсионер на протяжении всей жизни занимался спортом и сейчас поддерживает себя в форме. По этой лыжи я прохожу 6-10 километров. Каждый день? Это каждый день, ну за исключением морозных дней. Вот на этой неделе я не ходил только во вторник, когда температура была где-то выше 25. Любители здорового образа жизни пробежали 2 километра. Организаторы подготовили традиционную трассу. Старт и финиш на стадионе – основная дистанция в парке Гагарина. Рассчитывали на массовые забеги. Прорезали лыжню. Но люди, которые лучше двигаются коньком, они здесь проскакивают. Лыжня накатана. Ее накатывали, будем говорить, достаточно долго. Специально готовили. Подушка хорошая. Это вот просто нарезанная. Видите, снег мягковатый. Лыжня России в этом году прошла в 39-й раз. Только на Южном Урале на старт вышли больше 20 тысяч любителей спорта. Всего же в стране в этот день на лыжи встали 400 тысяч человек.